Добрый день! В эфире Делового ТВ, программа «Деловые люди». И сегодня мы говорим об экспатах. У нас в гостях присутствует Юлия Сахарова, директор петербургского представительства интернет-портала Headhunter. И Елена Ильгина, руководитель департамента по работе с клиентами кадровой корпорации Manpower Group. Вы знаете, по информации, которая поступила в СМИ, Федеральная миграционная служба России в рамках проекта «Стратегия-2020» собирается выделить 4 миллиарда рублей для привлечения высококвалифицированных иностранцев в нашу страну. Скажите, пожалуйста, а на Ваш взгляд, Россия на данный момент нуждается ли в высококвалифицированных кадрах из-за рубежа? Юлия? Нуждаются и по ряду причин. Одна из первых причин – пресловутая индустриализация, то есть куда мы направляемся, когда необходимо переворужение производства и прочее. Второе – та демографическая яма, в которую страна сейчас погружается, когда специалистов недостаточно, и те молодые люди, которые сейчас выпускаются из школ, они поступают в вузах, даже в вузы они поступают уже в недостаточном количестве, особенно в недостаточном количестве, поступают в техническое направление. Поэтому квалифицированные специалисты, безусловно, нужны. Елена? Я поддерживаю точку зрения Юлии. Конечно же, Россия нуждается в высококвалифицированных специалистах. И здесь иностранные специалисты из-за рубежа, конечно же, могут оказать России большую помощь. Но, правда, существуют определенные тенденции на рынке труда, и мы будем наблюдать, как будет меняться ситуация в дальнейшем. Но ответ на ваш вопрос, да, конечно, нуждается. Скажите, пожалуйста, в Петербурге в каких отраслях сейчас наиболее востребованы специалисты из-за рубежа? Это, как правило, отвечает тенденциям рынка в целом. Высокий спрос на специалистов зарубежных сохраняется и в строительстве, и в банковской сфере, и особенно в информационных технологиях, в телекоммуникациях. Я бы добавила, производство также нуждается в таких специалистах, и инвестиционный сектор также. Скажите, пожалуйста, говорят о том, что экспаты в России зарабатывают больше, чем в других странах. Это правда или нет? Еще некоторое время назад это была абсолютная правда, и основным мотивом по переезду в Россию было в том числе увеличение заработной платы. Это потому что при релокации в другие страны, европейские, либо в Америку, там деньги зачастую стояли не на первом месте, а стоял на первом месте интересный проект, либо улучшение жизненных условий. То есть вы хотите сказать о том, что... Да, в Россию ехали, потому что тут можно было заработать больше денег. Да, хуже жить, да, в более тяжелой социальной обстановке, с меньшими перспективами для обучения детей с точки зрения медицины, но денег можно было заработать. Ну, я хотела бы продолжить, просто поддержать Юлю тоже в этой позиции. Мы несколько лет назад, года четыре назад, когда начался кризис в России, наблюдали следующую тенденцию. По некоторым данным, практически 70% экспатов, они уехали из России. Сейчас происходит возврат специалистов, но достаточно осторожно. И наши компании уже нацелены, в общем-то, на российский сегмент бизнеса, на российских топ-менеджеров, которые к этому моменту уже достаточно выросли. Кроме того, что касается финансовой составляющей, компенсационной составляющей, то я бы хотела отметить и поддержать Юлю также в этом вопросе. Действительно были большие заработные платы у экспатов до кризиса, и была очень большая поддержка. То есть много денег уходило на поддержку экспатов, ну, например, на личного шофера, на услуги переводчика, личного секретаря. И в годы кризиса, когда у нас было достаточно много поступало запросов к нам в компанию, помочь в трудоустройстве именно людям из-за рубежа. Они были вынуждены покинуть Россию в кризисное время, и потом обращались в различные компании, очень хотели вернуться, в частности, из-за высокого компенсационного пакета. — Скажите, пожалуйста, а какие сейчас основные проблемы при приеме экспатов на работу? Можете ли вы их как-то огласить? То есть сами компании вам жалуются на то, что часто там экспаты не пригласить по каким-то определенным причинам? — Я бы скорее вот на другом заострилась, что то, чему научил кризис, кризис научил экономить и просчитывать эффективность каждого сотрудника. И вот одна из причин снижения, с моей точки зрения, приглашения экспатов, на данном случае я имею в виду, в первую очередь, дорогой сегмент, то есть топ-менеджмент и инженерно-технический состав высокого уже уровня, топа второго уровня. Первая причина, почему не очень хочется приглашать, потому что высокие затраты. Второе, может быть, некоторые сложности при оформлении, при перевозе вот этих специалистов, что, кстати говоря, еще и дополнительными затратами также обрастает. Потому что часто это перевоз еще семьи, либо это необходимость отправлять экспата потом на родину, к семье, чтобы он регулярно мог их навещать. То есть затраты высокие. — Скажите, пожалуйста, из каких стран больше всего приезжают иностранных специалистов? Я говорю все-таки о специалистах высокого уровня. — К нам приезжают? — Да, конечно. — Если высокого уровня, то в основном из Европы, на втором месте США, по нашим данным. — А страны бывшие СНГ, Прибалтика? — Не так активно, я бы сказала. У нас все-таки больше заказов идут на иностранных специалистов именно из Европы. И понятно, что существует определенная сегментация. Часто приглашают на работу в данный момент экспатов как бренд, либо как, ну, вот у нас, в частности, был запрос на поиск технологов по шампанским винам. Естественно, что требовался такой специалист из Франции. — Мне кажется, это больше маркетинговый ход, наверное, чем у вас требовалось. — Узкие профессионалы их всегда пытались и до сих пор пытаются искать за рубежом. И пользуются, безусловно, услугами профессиональных рекрутинговых компаний, пользуются, я просто как представитель интернет-бизнеса скажу, и пользуются еще активно рекрутинговыми сайтами, которые в Европе очень развиты. Там же есть сайты, которые позволяют искать и по каждой стране, и искать, ну, есть даже сайт, который позволяет охватить все страны Европы. И люди там и через него ищут работу в разных странах переезжают. Релокация, вероятно, очень развита. — Ну, из моей практики могу привести пример, что у нас также был, например, один из интересных запросов, когда искали человека с опытом работы в России, да, с каким-то западным бэкграундом для релокации уже в страны Западной Европы. То есть такая потребность сейчас в рынке также существует. — Все-таки назовите, пожалуйста, отрасль, наиболее востребованной сейчас специальности в Петербурге, я имею в виду среди иностранных специалистов. Кто сейчас наиболее остро у вас стоит, какая-то задача, вот нужно найти специалиста, но не можете. — Вот я повторюсь, либо это узкие специальности, вот прекрасный был пример по поводу шампанских вин, технологий, потому что у нас, к сожалению, специалисты в этой области, либо они уже взрослые, либо молодые, еще не получили достаточно опыта, либо они, к сожалению, работают еще по устаревшим технологиям, поэтому они не могут сразу же встать на новое оборудование, которое закуплено и поставлено в России. Но, как правило, я бы даже не отрасли подчеркнула, которые ищут и зовут экспатов, а скорее их специализации. — Да, то есть это общий менеджмент администрирования, либо это директора по логистике по производству. — Ну, финансисты, конечно же, очень часто. — Мы вот упускаем, мне кажется, такой момент, один ход и один вот трафик идет, когда российская компания, либо компания, локализующаяся в России, ищет специалистов из рубежа. Есть же и другой поток самостоятельный, когда специалисты из рубежа сами пытаются найти работу в России. И вот тут как раз прибалочка, о которой вы говорили, она достаточно активно тоже рассматривает работу и в России, и в Санкт-Петербурге, и в Ленобласти. — Здесь также нужно отметить, что активность соискателей гораздо выше, чем активность работодателей. — А они как-то сравнивают зарплаты все-таки? Ведь если сюда едет иностранный специалист, если он сам хочет работать в России, он, наверное, понимает, что уровень его заработной платы здесь будет меньше, чем в Европе и социально. — Смотря какой, смотря какой. Если мы говорим, к примеру, о Белоруссии, я только что была в командировке в Минске, там средняя заработная плата по республике — 350 долларов. Считается, средняя заработная плата по России — 1000. Ну, вот мы сейчас не говорим про топ-слой. — Да. Могу тоже, опять же, поддержать Юлю. У нас есть в работе проект, где белорусские специалисты, простите, очень активно выезжают на работу в Россию. — Это большая проблема для стран СНГ, которые находятся неподалеку от нас, потому что в России заработные платы выше, и отток персонала специалистов из этих стран высокий для стран — это проблема. — А вы можете сказать, сколько в среднем работает экспата в России? Полгода, два года, три года? Бывает ли? То есть ведется ли у вас какая-то статистика? Сколько в среднем работает иностранный специалист в России? — Ну, вы знаете, наверное, вот прямо такой статистики нет, где-то в среднем два года работать. Ну, на разных специальностях по-разному, но где-то в среднем два года. — Я могу добавить, в разрезе, мы проводили опрос, вернее, не только мы, а мы были участникам глобального опроса, по 180, если не ошибаюсь, странами было опрошено около 70 тысяч специалистов из разных стран, потому что мы входим в сеть The Network, которая объединяет все рекрутинговые сайты всех стран, европейских, американских тоже. Вопрос такой проводился, вот на сколько вы хотите переехать, на какое время? И там достаточно частый был ответ на пять и более лет. Но в основном это, конечно, касается высоких специалистов и топ-менеджеров, которые действительно переезжают уже надолго. Там большой проект, он, как правило, длинный во времени, поэтому и срок жизни ожидается большой. Но есть еще сегмент молодых специалистов, которые приезжают, как а-ля work and travel, которые приезжают изучать к нам язык, либо получить некоторую специальность. И они приезжают ненадолго, там на 3-4 месяца на стажировку, либо на краткую работу, на полгода, там на год максимум. Скажите, пожалуйста, собственно говоря, а что нас ожидает с рынком экспатов в ближайшее время? Вот вы сказали о том, что они сейчас начинают осторожно возвращаться в Россию. Но, очевидно, как-то повлияли, может быть, президентские выборы? Может, ситуация в их странах как-то повлияла? Может быть, но все-таки, знаете, если мы говорим про Россию, у нас в последнем прошло президентские выборы. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, в ближайшее время поток высококолюционных кадров, он вырастет или нет? Такой провокационный вопрос. Вначале нам анонсировали цифры, что у нас заложено бюджетом. Очевидно, он возрастет. Но таких тенденций в данный момент мы не наблюдаем. То есть, что касается рынка труда, вот в данный момент нет потока иностранных специалистов высокого уровня, которые планируют переезд в Россию. Но, опять же, мне кажется, здесь тоже нужно быть осторожным. Вполне возможно, что как-то ситуация на рынке изменится. Скажите, пожалуйста, как экспаты относятся к работе в Петербурге по сравнению с работой в Москве? Можете ли вы как-то сказать, стремятся ли они уехать из Петербурга потом в Москву? Или нет? Ну, такой интересный вопрос. Вообще экспатов в Москве гораздо больше, чем экспатов в Санкт-Петербурге. И когда говорят о приглашенных специалистах из-за рубежа, то их уже планируют приглашать по какой-то конкретный проект. То есть, мы не можем... Это не свободный рынок рабочей силы, которые эмигрируют туда и обратно. Из Москвы в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву. Я бы, наверное, так прокомментировала. Я могла бы добавить, что есть некий культурологический такой аспект. Он касается и россиян, он касается и экспатов тоже. Есть некоторая лояльность именно к Санкт-Петербургу. Есть люди, которые давно мечтали, может быть, и если складываются обстоятельства, что можно поработать, то Петербург для них является привлекательным очень городом. Другое дело, есть оппозиция в Петербурге, и второе, пригласили ли их? Да, ну и заработные платы в Москве, они, конечно, гораздо выше, чем в Санкт-Петербурге. Я думаю, что это тоже один из факторов. Скажите, пожалуйста, если к вам обращается какая-то компания, она еще в данном случае иностранного специалиста. Мы знаем средний срок работы экспатов, вы назвали его это примерно два года. У вас есть ли какая-то статистика, вот проходит два года, экспат уезжает, компания продолжает искать иностранного специалиста или в основном обращает внимание на внутрироссийский рынок и ищет российского специалиста уже на эту должность? Насколько незаменимый экспат у нас? Да, у нас тренд достаточно любопытный, потому что если раньше спрос экспатов был достаточно все-таки высокий, так он был ощутимый. И интерес к специалистам, которые получили опыт на Западе, опыт в менеджменте на Западе, получили западный MBA, он был достаточно высокий. И в некоторых компаниях даже в требованиях к вакансиям, вот то, что мы наблюдали, он включал себе западный MBA. Потом спрос стал несколько снижаться из-за дороговизны, как мы поняли. И все-таки сейчас тренд движется к тому, что если был экспат, то за этот период времени уже подросли специалисты квалифицированно опытные уже и в России, они успели получиться либо за рубежом, либо получить там опыт, и скорее проще и дешевле найти специалиста российского, либо попытаться вырастить самому. В некоторых компаниях существуют должности, на которых по определению должен работать экспат. И из года в год, из срока в срок с таким кандидатом заключается контракт, и приезжает, и один экспат сменяет на работе другого экспата. Такое существует. Но в то же самое время мы опять же говорим об экономии. Если компания понимает, что, ну, в ряде других компаний, если компания понимает, что, наверное, уже этот специалист не может принести, ну, это не экспат, кто должен нам принести, кто может принести деньги компании, а можно обойтись силами российского специалиста, то, конечно же, на работу пригласят российского специалиста, и такие примеры есть. Вы знаете, в завершении нашей программы хочется вернуться все-таки к сумме, которая прозвучала в самом начале, 4 миллиарда рублей для приучения высококвалифицированных иностранцев. На ваш взгляд, а может быть, просто эти деньги вложить в отечественную инфраструктуру и потратить их на отечественные кадры? Юлия? Я согласна с вами, что эти деньги, это программа, которая продумана правительством по приглашению экспатов в Россию высококвалифицированных, она важна и правильна, и замечательна. Мы действительно упускаем следующую ситуацию, что российские специалисты, которых выращены нами, которые прошли образование советское и выросли в качестве профессионалов, они смотрят за рубеж, и по нашим данным порядка 89% IT-специалистов, дорогие, светлые головы, серьезно рассматривают возможность переезда и работы за рубежом. Ну что ж, будем надеяться, что высококвалифицированные специалисты не покинут нашу страну, и на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Сегодня в студии Делового ТВ была Юлия Сахарова, директор представительства Headhunter в Петербурге, и Елена Ильина, руководитель департамента по работе с клиентами кадровой корпорации Manpower Group. Спасибо, что пришли в студию Делового ТВ. Спасибо вам. Спасибо вам.